Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Уан, а это игра Grime. Продолжаем проходить нашу очень темно-фэнтезийную платформенную инди-игру. И, собственно, нам нужно идти туда, где мы с вами подохли. Потому что у нас серия обычно заканчивается на том, что мы умираем, нас откидывает каван по стул, и мы там автоматически сохраняемся и на этом серию заканчиваем. Вот так вот получилось. Теперь я предлагаю вам преодолеть путь немножечко по-другому. Суп не умирает. Немножко по-другому, мы тут как-то снизу шли, через низ. А тут можно вроде как сверху пройти. Дунс! Оп, забрал. Угу. Оп, забрал. Если кто не видел предыдущие прохождения, я напоминаю, что мы играем за камню... За камню, да, за камня, который имеет вместо головы черную дыру. И здесь... Вот такой пиздосий. Воу! А шо вот такие жесткие? Ну, давай. Только не красный. Во! Хороший. Красную атаку нельзя парировать, вы это знаете. Ну, кто видел, конечно, тот знает. Я так и не понял, в чем суть брони. Зачем она нужна вообще? Там просто как украшение, что ли. Я в КЗ. Так, еще одного нужно засосать, чтобы у нас появилась возможность в следующей хилке. Где я помер? А, это вниз туда, я понял. Ну-ка, пошел отсюда. Оп! Так, тут у нас что, камушки мы собирали с вами, нет? Да и... Так, хорошо. Туда. Ммм, направо и наверх, правильно? Бум! Отлично. Так, одного засасываем, все, хилка есть. Хилка есть, жить можем. Ох ты, сучок, не заметил. Да, сук. Эти копьеносцы меня, конечно, напрягают немножко. Я думаю, что, хиляться нам или подождать еще? Так, вот тут наверху я где-то помер. Отчего я там помер, я уж не помню. А! Сука, они вдвоем, короче, пиздец въебашут. Фууууу. Чуть опять не откинулся, это было бы, конечно, вообще... Иди сюда. Так, ладно. Куда он тут убежал? А, он за камушком хранил. Понял. Хорошо. Мы сюда пришли. Нам нужно найти и следующий ванпост, чтобы быть более-менее спокойным. Что если вдруг мы с вами помрем, то у нас была точка поближе где-то. Что-то им и не пахнет, походу. Давайте-ка налево сходим. А ловушка нет. А! Ванпост. Супер. Там какая-то новая хрень стоит. Новая непонятная страшная. Рост. Рывок на короткое время оставляет эхо. Если эхо получит урон, вы восстановите 15% от общего запаса выносливости. Когтибез. Подожди, это от них что ли получается? Или против них? Я не понимаю. При накоплении 60-80-100% пыла урон увеличивается на 15-25-30% соответственно. Получается, от этих врагов есть какие-то ачивки. То есть я их убиваю, их изучаю, и от них есть какие-то ачивки, которые мне против кого угодно работают. Так что ли? Я сначала думал, что это ачивки против этих врагов. Но потом я думаю... Ведь смотри, локации постоянно меняются, враги будут тоже меняться. Они одни и те же вряд ли будут. Естественно, они будут тогда... Эти ачивки не актуальны. Скорее всего, они... Да. Я понял, в чем суть. Так. Тыща, тыща. Выносливость еще надо вкачать. Так вот. Сбалансируем немножко. Окей. Как тебе пес. Рывок на короткое время оставляет эхо. Если эхо получит урон, вы восстановите от общего запаса. Ну, в принципе, это полезно. Потому что рывок я делаю, чтобы уклоняться, но тратится выносливость. А получается, какое-то эхо получается. Получается. Какое-то эхо получается, да? Остается копия. И если его задевает враг, то нам капает какой-то процент небольшой выносливости. Что помогает опять бить и опять делать рывок. Это логично. Это логично. Я согласен. А что по оружке-то, господа? Нестабильный глаз. Это типа взрывчатая хрень, да? Которая стреляет, убивает. Нестабильный пузырь. Тоже расходник. Вся... Всеобразная жемчужина. Так, а это что такое? А, ну это просто бестиария. Я понял. Броня есть. Это и есть маленькая бесформенная масса. Поглотить, чтобы получить 250 единиц массы. А, 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 у-у-у-у-у. Получается, я это могу просто использовать? Ой, не то. 250. 250. Хорошо. Значит, у нас сейчас новые очки для прокачки могут появиться, правильно? Почти. Почти появились. Окей. В чем смысл брони? Вокруг, так, камня. Вот это покров из безжизненного камня. Ой, я не знаю, зачем это надо. Осознанному суррогату. Нет, это на расходник точно ставить не будем. Давайте мы поставим, так, сюда. Осколок кровометалла. Можно добавить в оружие с помощью обуздателя дыхания со столпа мира. Окей. Так, 17. 25. Скорость высокая. Скорость высокая. 14. Очень высокая. Ладно, я пока что своим топором буду бегать. Я не вижу смысла что-то другое брать. Ну, вот это можно попробовать, кстати. У него интересная тема тем, что... У него, типа, дальняя атака у этого меча? Да что ж я, блядь, делаю? Ммм, последнее землетрясение было необычным. И смотритель теперь... И смотритель теперь едва ли зачем-либо присматривает. Шидра будет недоволен. Ой! Ну, привет! Что... Ооо, дыхание мира, это еще что было? Ты... Это же мне не привиделось. Нас чуть не раздавило. Ой-ой, ой-ой, я ненавижу эту сторону. Как вообще кто-то может привыкнуть к тому, что небо постоянно падает вниз? Все в порядке. Я в порядке. Так. Чем могу помочь? Вытесанный, полагаю. Очевидно, ты здесь тоже ради сбора и торговли. Что ж. Полагаю, могу предложить тебе те же условия, что и твоим родичам на столпе мира. Вот, прошу. Ай, торговец. Приветствую вновь. Есть что-то новое для обмена? Слушай, торговать. А что я могу продать? Клешня 26. Ударный меч. 22. А, на по 975 стоит. Пока нет. Пока нет, ребята. Пока торговать не буду. Хорошо. Что делать дальше? Получается, мы сейчас так вернемся обратно? А нам это надо? Вообще. Возвращаться туда. Нам вроде все время вверх надо идти. Сколько я понял. Все время вверх, вверх, вверх. Направо и вверх. Типа такой общий путь был. Так, это какая-то головоломочка. Интересно. А как мне туда попасть? А, я еще... То есть, я когда просто бью, ничего не происходит. Но если я бью и попадаю по врагу... То еще есть дополнительная атака дальняя. Хитро. Ну, что-то с него много выносливости. А, кстати, здесь вот с этими статуями это вообще фишка классная. Получается, ты бьешь статую или камень, а у тебя вперед летит осколок. А не ожидал такого, да? Ну, почему-то выносливость тратится как будто сильнее. Я не знаю, может быть, мне кажется. Кто? Кто там похрюкивает? Вы меня тут не пугайте. Я пуганный. Не. Так, ну, если что, у нас есть топор, быстрое переключение. Проблем нет. Так. Спуск вниз. Никогда не любил спуск вниз в играх. Потому что, мне кажется, что чем ниже ты опускаешься, тем хуже там будет все. Ой. Ой, больно. А как ты достаешь, ты, сучок? Блядь, я сейчас проебусь. Хухухухухух. А-а-а-а-а-а. Это было опасно. Я просто не знаю, как он работает, этот враг. Я что-то прям запаниковал. У меня все равно хп мало. Это плохо. Это плохо. Но разнообразие врагов радует. Действительно, все очень разные. Непохожие. Он становится все ближе. Иногда я почти слышал его вновь. Плачь. Он все еще слишком далек. Даже ниже этого места. Этого темного печального места. Милостивый шидра. Эти несчастные существа обречены землей, из которой они сформировались. Блин. Если бы только мы все могли плакать. Типа он хочет фонарь и разрыва. Это что? Это что? Типа... А, это оружие. Бонус к резонансу. Скорость оружия очень высокая. 10 суммарный урон, 80 единиц урона. 30 суммарный урон, 492. Накладывает на жертву эффекты разрыва. Каждый эффект разрыва увеличивает урон, наносимый при их детонации. Особая атака детонирует все эффекты разрыва. Чем выше эффектов разрыва, тем выше урон. То есть, типа, я должен касаться этой штукой. И можно будет, типа, накидывать им дэмэдж. Да? Это так работает? Гнездо мрака. Блядь. А можно не надо? Блядь, я умер? Так быстро? Что за хуй это? Так, смотри. Раз, два. Не знаю, как работает. Че-то механик пока странное. Смотри. Раз, два. Тюк, все-таки дотянул. Ну, че-то слабо. Че-то реально очень слабо. Оно того не стоит. Оооо, подожди. А как? Че? Подожди-ка. Как я спускался вниз? А, вот тут. Ооо, больно. Так, с тобой мы общались. Че надо делать? Надо поставить расходники. Тут смотри, нестабильный глаз есть. После броска взрывается при контакте, нанося средний урон. Бросает нестабильный пузырь перед вместилищем. Че? Так, хорошо. Давай на троечку. Я не помню, а как, как слоты брать? А, то есть это метательное только одно я могу взять. Так что ли? Почему я не могу поставить слот сюда другой? Че за, че за дичь? Объясните мне. А сюда могу поставить. Блядь. Серьезно? Какой-то прикол. Так. Три и два, да? Три. 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 Выносливость. Чуть не убил меня опять. Что ж за ублюдки, они такие дебильные. Охренеть. Не, она все-таки хардкорная. Чем дальше мы идем, тем больше она разгоняется в хардкор. То есть, то, что каждого врага тебе придется изучать. И по-другому никак. Так, подожди. А как мне туда попасть? Никак? Хм. В смысле, а... Не понял. То есть, сюда я запрыгнуть не могу. Хочу, но не могу. Типа говорят, иди нахер. То есть, я сюда шел только, чтобы с этим чувачком подраться? То есть, вот так, да? Ладно. Пойдем тогда направо. Блядь, да что же вы все, какие дебилы. Блядь, страшно. Теперь страшно играть, страшно пропустить атаку и уйти опять вниз. Ну, блядь! Я... Супчик ты такой, супчик. Слушай, а я могу на тебя забраться, чувак? Нет? А, я у тебя могу купить что-то. Да, торговать. Вот. Ударный меч. 22. Клешня. 26. Скорость средняя, скорость высокая. Отбрасывает уязвимую жертву вперед, значительно снижает устойчивость к ошеломлению и урезистентной жертвы. Особая атака, хватание и поднятие уязвимой жертвы вверх вместе с собой. Если честно, что-то меня не очень все заинтересовало. Не хочу. Не хочу. Так, надо вернуться к трупу. К нашему. Ну, а че? Ну, а че? Сука, все-таки дотянулся, а? Ну, как же вы это делаете? Что ж вы за ублюдки? Я же успел! Ну, конечно, разбивать все подряд смысла не особо вижу, потому что вот сколько вот мы бьем-бьем, плюс 13 очков, ну... Ну, это такое себе. Это не серьезно, я бы сказал. Так, а если мы вниз не пойдем? Здесь че? Тупик, ясно. А, вот у нас остается. След я увидел. Так, нам же вниз надо. Я как-то вниз проходил уже. Или как? Или что? Не, я тут поднимался. Я тут поднимался. Как проходил дальше? А, вот тут вот, направо уходил. Все, вспомнил. Ну-ка. Пошел в жопу. Конечно, знаешь, если радиус вот этой закачки получить лучше... Ну, больше, то будет... Контратака будет проще. Заткнись. Блядь, нахуй. Хуя, хуя. Так, забрали мы свою силу. У нас еще, в принципе, лимит времени есть. Я думаю, мы до следующего на постах должны дойти. Ах, ты... То есть, он сам не цепляется. То есть, ты должен взять и нажимать... Пробел, что ли, чтобы он цеплялся. Так просто он нахера не будет. Там внизу что-то плохое. Почему мне нельзя вниз? Там внизу вроде что-то есть. А, они останавливаются. Или здесь какая-то упыр... Упырильная тварь. Нет? А, ну это просто как развлекал его, да? Я понял. Ладно. Окей. Добро пожаловать, новый каменный друг. Ты здесь, чтобы при... А, ты не очень-то каменный. Голова меньше, торса... Верхние руки такие же длинные, как... Как нижние руки. Сыка. Да. Вытесанные вернулись. Надо рассказать мамам. Летит. Кого можно убить? А, целый поселок этих чувачков, что ли? Их не плацают сами. Что ж, ну я так думаю, что это судьба. Я не вижу смысла идти дальше. Можно, конечно, разведать. Наверное, сдохнуть. Но давайте серию, наверное, сделаем покороче. И закончим здесь. Почему, собственно, нет? 1900 очков у нас есть. Давайте-ка потратим на что-нибудь. А на что мы можем потратить? А хер его знает, на что потратить. Рывок на короткое время оставляет искажение, которое наносит урон атакующему врагам. Плюс 100% от резонанса. Отбитый снаряд наносит на 25% больше урона. Вот неудачные атаки. Успешное поглощение или отражение восстанавливает 25% от общего запаса выносливости. Теперь можно медленно ходить. А зачем мне нужно медленно ходить? Я так и не врубился. Так, мы можем прокачать вот это, наверное. Так, что здесь еще на одну очку? Так, наверное, взял. Вот так как-то прокачаемся. И выносливость 8. Здоровье 3. Ну и все. Потом будем здоровье и вот это прокачаем. То есть на первом месте у нас выносливость. Потом здоровье. Потом все остальное. Так будет правильно. Так, что у нас? Все? На этом все, в принципе. Ой, у него еще башка стало больше. Интересно. Слушайте, уродины. Настало время поколения. Нет, поклонения. И самого уродливого из всех мест, развершиваешься небо, явился некто прекрасный. Это знак, что я и даже, возможно, такие, как вы, сможем найти немного красоты где-то в этой штуке, штуке, которую вы называете собой. О, вот и он. Скорее, преклонитесь перед от природы пропорциональным. Они это не соображают. Да пофиг вообще, мне насрать. Я сказал, преклонитесь. О, смотри, они оставили тебе дар. Эта штука с поклонением реально себя оправдывает. Сука, конечно, он садист. Такой тот еще. Окей. Все, давайте на этом заканчивать. Самое интересное, рывок даже можно на минимум вынусливости сделать. Вот это интересно. Ладно. Все же заходим и выходим. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новое прохождение. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.